В России стартовала президентская кампания и мы надеемся, что в любом случае она приведет все здоровые политические силы к осознанию необходимости перемен. Перемен прежде всего в социально-экономическом развитии страны, в перенесении акцентов внешних на акценты внутренней политики и так далее. И, безусловно, одной из самых важных тем в этой ситуации будет тема сбережения народа, тема демографической политики, охраны здоровья населения и многие другие вопросы, связанные с нормальной жизнью наших граждан. Сегодня в повестке заседания Государственной Думы одними из первых стоят два так называемых демографических закона. Это закон о выплатах семьям, имеющих детей и о внесении изменений в федеральный закон, касающийся материнского капитала. Безусловно, эти законы были рассмотрены 13 декабря и 20 декабря в первом-втором чтении, наша фракция их поддержала, поддержим и сегодня, но вместе с тем мы отмечаем, что те меры, которые обозначены в этих двух важных законопроектах, они недостаточны. Дело в том, хотел бы напомнить, что, к сожалению, с началом 1917 года наша страна опять попала в ситуацию, которую публицисты, писатели, журналисты, эксперты назвали русский крест. Ситуация 90-х годов, когда кривая смертности поползла вверх, а кривая рождаемости пошла резко вниз, и они пересеклись, и возникает графическое изображение этого самого креста. С начала 1917 года, к сожалению, ситуация вновь повторилась. Нас убеждали в течение нескольких последних лет, что у нас все хорошо в этом плане, что смертность снизилась, рождаемость значительно поднялась. Однако, 1917 год и те данные, которые уже являются, так сказать, окончательными, по крайней мере, на середину 1917 года, на окончание еще они будут подбиваться, они показывают, что у нас, к сожалению, в значительной части российских регионов, в 28 примерно, а может быть и больше, получается, что в 1,2 раза смертность превышает рождаемость, извините, в целом по стране, а в этих, в 28 регионах, в 1,5 и даже в 2 раза превышение смертности над рождаемостью. Безусловно, что это требует особого внимания и внесение этих законопроектов, действительно, оно созрело. 23 декабря будет съезд Коммунистической партии Российской Федерации, второй этап 17 съезда. Мы будем рассматривать и вопросы выдвижения своего кандидата на президентских выборах и свою предвыборную программу. Один из важных вопросов будут, конечно, вопросы охраны здоровья населения, будет и демографическая политика нами обсуждаться. Готовится вот такой материал, специальный, так сказать, анализ нашей, наш анализ ситуации в демографической области и наши предложения. Если очень коротко, то мы полагаем, что меры, касающиеся просто увеличения денег, выделяемых на рождение ребенка, это меры недостаточные, так же, как и недостаточно расширить сферу действия материнского капитала, тем более, что, несмотря на многочисленные обращения депутатов и выступления здесь, в Государственной Думе, материнский капитал уже несколько лет не индексируется, остается в прежнем размере. Мы считаем, что у нас есть замечательный опыт. Это опыт Советского Союза, когда, например, после тяжелейшей Великой Отечественной войны, когда были серьезнейшие колоссальные демографические утраты, но уже через 10 лет, к 1955 году, была восстановлена довоенная численность населения, 194 миллиона человек в 1940 году и 194 миллиона населения нашей страны в 1955 году. Таким образом, что привело к этому? Социальная политика, социальная справедливость, экономический рост, социально-оптимистичная система ценностей и целый ряд других вопросов. Когда людям хочется жить и рожать детей, желание возникает для того, чтобы эти важнейшие функции человеческого рода продолжались и осуществлялись. Мы полагаем, что этот опыт очень востребован и должен быть востребован в сегодняшней современной России на этих проблемах. Повторю еще раз. Экономический рост, справедливость, социальная политика, преодоление бедности и социального расслоения в стране, которая сегодня достигла очень больших глубин. И, конечно же, в этом комплексном системном подходе обязательно должна быть система воспитания, нацеленная на гражданственную систему ценностей, на желание людей верить в будущее и жить в этом будущем. Вот вкратце то, что мы считаем необходимым поправлять в демографической области и что, уверены, обязательно произойдет в самые ближайшие годы. Проблема демографии, проблема народосбережения тесно связана с вопросами законодательного регулирования, здравоохранения и все, что касается вопросов охраны окружающей среды. Государственная Дума на последней пленарной неделе во время своих заседаний рассмотрит ряд законопроектов и уже рассмотрела, связанных с этими проблемами. Я напомню, что вчера неожиданно во время пленарного заседания была внесена поправка в технический закон о внесении изменений в закон об охране окружающей среды и в закон об государственной экологической экспертизе. Ничего не предвещавший до этого закон, который призван был устранить лишь внутренние противоречия внутри этих двух законов, вдруг неожиданно был дополнен поправкой, никем не обсуждаемой, о продлении действия ряда полномочий. Речь идет в данном случае о перенесении на год, ведь вступление в силу обязательного мониторинга за выбросами вредных и особо вредных предприятий. Я напомню, что в 2014 году был принят соответствующий закон о наилучших доступных технологиях и с 1 января следующего года все вредные предприятия обязаны были установить соответствующие датчики и в режиме онлайн передавать соответствующую информацию о вредных выбросах в соответствующую контролирующую структуру. И если со своей стороны бизнес в данном случае оказался на высоте и практически все крупные предприятия, такие датчики установили, установили системы контроля и дистанционной передачи, то правительство Российской Федерации фактически саботировало данную тему, не подготовив соответствующий набор подзаконных нормативных актов. Поэтому неизвестно, каковы должны быть эти датчики, что они должны мерить, как должны передавать, как это должно интерпретироваться. И фактически выполнение закона с 1 января 2018 года стало невозможным. Повторюсь еще раз, стало невозможным по причине халатного отношения к своим обязанностям ряда чиновников правительства Российской Федерации. И в результате данные предприятия вновь останутся без контроля практически на год. Со своей стороны фракция КПРФ требует тщательного расследования подобного поведения и привлечения к ответственности должностных лиц. Мы подготовили вчера необходимое протокольное поручение, которое пока под надуманным предлогом было отвергнуто, но мы будем продолжать работу. То, что касается здравоохранения, сегодня на заседании будет рассмотрен вопрос о реорганизации, ликвидации медицинских учреждений, о дополнительных условиях, которые должны способствовать данному процессу. К сожалению, тот законопроект, который был внесен в начале, в результате поправок был фактически резко сужен в части своего действия и, наверное, сегодня охватывает, дай бог, процентов 10 всех тех процессов, которые называются нехорошим словом оптимизацией. Реорганизация больше не фигурирует в данном законопроекте. Теперь дополнительные сложности возникнут у чиновников всех уровней только в случае ликвидации медицинского учреждения либо ликвидации обослобленного структурного подразделения. В этом случае будет необходимо создавать специальную комиссию и по результатам работы этой комиссии уже будет приниматься окончательное решение. Фактически все случаи, когда сливаются отделения, уменьшается коечный фонд, переводятся структурные подразделения медицинского учреждения с одного места на другое и сегодня выпадают из-под действия этого закона. Ну, естественно, фракция поддержит даже тот усеченный, урезанный вариант, который есть, но, повторяем, он не решит проблему, которая сегодня остро стоит перед нашими медицинскими учреждениями, особенно расположенными в сельской местности. Тем более, что мнение граждан в виде учета их, скажем так, мнения просто учета, не глобального, скажем так, варианта, когда граждане способны повлиять в результате схода, в результате соответствующего собрания, слушаний на результаты, а просто учета. Именно такая формулировка в законе осталась. Можно послушать, можно кивнуть головой и принять решения, абсолютно непопулярные, абсолютно ненужные людям. Законопроект закрепляет, и к третьему чтению, к сожалению, именно такая редакция внесена. Еще один законопроект, который будет рассматриваться в третьем чтении, завтра это законопроект о маркировке лекарственных средств. Опять длительное обсуждение, опять длительное перемывание самого разного рода проблем, и место вступления в силу закона с 1 января 2019 года. Предполагается, что он вступит в действие лишь с 1 января 2020 года. Иными словами, еще в течение двух лет на рынке Российской Федерации бесконтрольно будет обращаться огромное количество лекарственных средств, либо поддельных, либо фальсифицированных, выявить которые весьма сложно. И несмотря на официальную статистику о 10% якобы такого фальсификата, в случае введения системы мониторинга, я думаю, эта цифра значительно бы возросла. А самое главное, в результате усиления контроля мы бы, наконец, обеспечили наших граждан нормальными качественными лекарствами, смогли отследить каждое лекарственное средство от момента его производства, продажи, прихода в соответствующее лечебное учреждение, ну и, соответственно, сделать необходимые выводы. Я напомню, что после введения даже в режиме такого вот эксперимента в ряде регионов подобной системы было возбуждено несколько десятков уголовных дел. Приблизительно такая же ситуация по всей стране, но введение в силу закона отложено еще на один год. Фракция КПРФ считает это неправильным, несправедливым и не имеющим под собой никакого объективного основания. Все разговоры о якобы затратах, о якобы неготовности фармпредприятий к подобного рода изменениям на наш взгляд не стоят и не могут сравниться с тем вредом, который принесет вот эта неотработанная система или существование прежних правил обращения лекарственных средств на протяжении еще двух лет.